Небеса сияли такой голубизной, Какая бывает только поздней и ясной осенью. В отдалении прозвенел школьный звонок, Старый приятель, Мимо прогрохотала бочка с молоком. Где-то поблизости наверняка работает Махноногая лошадь, везет свою тележку. Скрипнула дверь, и появился Матвей. «Зачем все время пугать?» — спросил он. «Так нельзя». «А как можно?» «Я не знаю», — сказал Матвей. «Но это плохо. Страх — самое ужасное в жизни. Нет ничего хуже». «Ты боишься?» Матвей кивнул. «Чего?» Матвей ссутулил плечи и пошел, Загребая макосинами разноцветные листья. Обернулся и сказал негромко. «Я не смогу объяснить. Никому и никогда». Илья вернулся в гостиницу. Администраторша встретила его тревожным взглядом. Он спросил, в каком номере живет поэтесса. Ее комната была в другом крыле. На площадке узкой лестницы с двумя полукруглыми окнами висела картина из вестибюля. Кувшин с цветами. Илья постучал. Долго не открывали, потом дверь распахнулась. «Проваливай», — велела ангел. «Почитай мне свои стихи», — попросил Илья, протискиваясь мимо нее. «Обойдешься». В ее комнате тоже были старинная мебель, тяжелые портьеры и настоящий паркет. «Что за волшебник, директор Олег Павлович?» Окна выходили на колокольню, пруд и площадь. Илья отодвинул занавеску и посмотрел. Между облетевшими липами светилась белая беседка с ажурными решетками. «С кем ты сидела в беседке?» Когда Зоя Семеновна закричала, и все побежали на крик. Ангел у него за плечом тяжело и гневно задышала. «Секундочку», — остановил ее Илья. «Если хочешь врать, ври так, чтобы я не смог проверить. Или говори правду». «Кто ты такой, чтобы меня допрашивать?» «Мне нужно установить истину», — сказал он и рукой в перчатке взял ее за подбородок. «Посмотри на меня». Она вывернулась. «Не смей меня трогать!» С правой стороны у виска голова у нее была расчесана в кровь. Ранки казались совсем свежими. «Ты драла себя за волосы? Не прикасайся ко мне! И вообще пошел вон!» Рукава черной толстовки с рожами и буквами были закатаны, а руки от локтей до запястья были ровного голубого цвета, тоже кое-где поцарапанные. «Должно быть, ангел смывал свои татуировки, а они не поддавались». «Я купил тебе подарок». Илья положил сверток на стол и стал разворачивать бумагу. «Я не очень понял, что это за штука, но мне понравилось. Мне не нужны никакие подарки». Но все же она заглядывала ему под руки, и это тронуло его, как будто выглянул любопытный, доверчивый ребенок. «Это скатерть», — пояснил он. «Но она не тебе, а мне. А вот это тебе». Он выудил горку примятых кружев. «Те, что на скатерти вязала Зоя Семеновна, а это какая-то бабуля. То есть не вязала, а плела. Кружева плетут. По-моему, в это нужно продевать голову и носить на шее». «Я не стану ничего носить на шее», — она потрогала невесомое пышное кружево. «Отдай это своей жене». «Я не женат». «Неважно. Отдай тетке, с которой ты живешь, и которая воспитывает твоих детей. Она будет счастлива». Профессор Субботин длинно выдохнул. «Детей, детей», — повторил он. «Каких детей?» «Я не знаю, каких. Твоих». Он уселся в кресло и вытянул ноги в сапогах, сработанных дядей Васей Галочкиным, и в разные стороны покрутил подошвами. «Сегодня уже лучше», — сказал он про сапоги. «Должно быть, когда разносятся, будет совсем хорошо. Я за тебя рада». «Меня зовут Илья Сергеевич Субботин». Начал профессор так, как обычно начинал первую лекцию для третьекурсников. «Я преподаю физику. Защитился я три года назад и почти сразу получил профессорскую ставку. Мой курс, я читаю физику твердого тела, начинается со второго семестра, и сейчас я относительно свободен. Я не служу в следственном комитете и не ношу погон. Я занимаюсь исследованиями и в области физики, и в области преступлений. «Какой бы тебе привести пример?» И он секунду подумал. Ангел смотрела на него во все глаза. «Я могу доказать, что тяжелые и легкие тела падают с одинаковой скоростью. Хочешь?» «Допустим, что тяжелые тела падают быстрее легких, что кажется абсолютно логичным. Тогда соединим жесткой сцепкой легкое и тяжелое тело. Дай мне бумагу, я нарисую». Она подала ему со стола листок и карандаш. Он принялся быстро рисовать на коленке. Тогда можно предположить, что такая сцепка будет падать медленнее, чем одно тяжелое тело, потому что легкое тело в сцепке будет тормозить тяжелое, как ребенок тормозит взрослого, который ведет его за руку. Но масса сцепки больше, чем масса одного тяжелого тела из-за того, что к нему добавлено легкое. Здесь логика рвется. Можно сделать совсем сумасшедшее предположение, что легкое тело падает быстрее тяжелого. Тогда, рассматривая сцепку тяжелого и легкого тел, мы найдем, что легкое будет ускорять тяжелое, и сцепка будет падать быстрее одного тяжелого тела. А это противоречит сделанному предположению, что легкие тела падают быстрее тяжелых. Примерно так рассуждал Галилей, когда установил гениальный факт одинаковой скорости падения в пустоте тяжелых и легких тел. Можно объяснить все это с помощью школьных формул, но так гораздо забавнее. И показал ей корявый рисунок. Она посмотрела. У меня нет и никогда не было жены и, соответственно, детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова